23 тест электролиз восьмой вопрос в растворе содержится 2 моль хлорида натрия проводим электричество количеством 3 фарад значит водород хлор натрий о сначала образуется натрий хлор 2 моль на 2 моль тратится сколько фарад 2 фарада электричества а всего было пропущено 3 фарада электричества значит вода отдельно подвергается электролизу водород плюс кислород всего 3 фарад значит 1 фарад расходуется для воды это значит 0 5 моль вода подвергать электролизу вопрос рассчитайте массу продуктов на аноде и на капли так 2 моль получаем 2 грамм водорода и 71 грамм хлора 0 5 моль получаем 0 5 моль водорода масса 1 грамм а кислород 4 до 8 8 грамм на так она 71 плюс 8 79 к тот 2 плюс 1 379 и 3 9 вопрос похожую задачу прошлый раз мы решали 10 процентный раствор серной кислоты значит вода 90 процента составляет пропускает электричество до получения безводного раствора серной числоты только вода подвергаются так давайте определяем форма массу воды сила ток 5 ампер время 22 тела 6 до 2 700 эквивалент воды 9 тогда число фараде 26 8 так 0 9 4 сел в 5 на 4 сел в 5 грамм вода подвергается электролизу определите 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 массу раствора 90 процент вода оказывается четыре с половиной грамма составляет сто процент это масса раствора 5 грамм получается 5 грамм получается 5 грамм получается ответ так 96 тысячи пятьсот кулонов это есть один фарад это есть заряд 1 моля электронов значит для восстановления 1 моль эквивалент катиона и для окисления 1 моль эквивалент а не она требуется 96 тысяч пятьсот кулон или один фарад или можно сказать это заряд 602 10 степень 23 электронов внутри давайте мы берем одно зарядный катион серебром для восстановления 1 моль серебра требуется 96 тысяч пятьсот кулонов или один фарад если в растворе двухвалентный металл утром плюс 2 для восстановления 1 моля требуется два раза больше чем 96 тысяч пятьсот кулонов или два фарада для алюминия например три раза больше 3 фарад это что значит почему а именно 96 тысячи пятьсот кулонов это не получается как соединяется как соединяется как соединяете электрон значит 602 10-ти пин 23 1 зарядный катион присоединяется 602 10-ти пин 23 электронов поэтому девяносто шесть тысяч пятьсот кулон или один парад это заряд одного моля заряженных частиц электронов или протонов можно сказать 96 тысячи пятьсот кулонов это есть относительный заряд понятно относительный заряд от слова относительно мы используем для одного моля броня а разделяя 96 тысяч пятьсот на число аллога дрона 602 10 степени 23 мы определяем заряд одного электрона и то есть абсолютный заряд скажите что кошка получать 96 500 делите на 602 16000 10 степени минус 23 да это у нас одни силах 6 10 степени смотрите раз два три четыре значит 19 минус 19 кулона получается минус 90 минус 19 это есть абсолютный заряд настоящий заряд одного электрона понятно абсолютный заряд и относительный заряд вот тут четвертый третий вопрос к чему равен отрицательный заряд электрона то есть одного электрона они сил 6 10 степени минус 19 кулон 4 вопрос какой заряд ядра имеет атом платина платина сколько протонов содержит в ядре платина 78 вопрос такой найди заряд ядра значит заряд одного электрона или одного протона равно они силах 6 10 степени минус 19 кулонов поэтому они силах 6 10 степени минус 19 умножаем на 78 на 78 умножаем почему потому что в ядре платина содержится 78 протонов значит 124,8 10 минус 19 кулонов это 124 10 минус 17 кулонов получается вот заряд ядра настоящий заряд ядра платина значит вот это числа мы должны запомнить или должны знать как определять этого числа просто 96500 делишь на числа богатого смотрите основа уменьшается степень увеличивается минус 17 больше чем минус 19 если здесь было бы положительной степень тогда да мы вот здесь написали бы 22 до 21 а минус 17 больше чем минус 19 11 вопрос через раствор сульфата натрия проводит электричество сульфат натрия не подвергается электролизу да подвергается электролизу вода так сила тока 134 ампер время 20 часов определите выход по водороду если вы получили это практический объем водорода 164 литров давайте вы сначала теоретическую массу водорода определяем по первому закону форме 134 умножаем на 20 умножаем на эквивалент водорода 1 делим на 26 8 100 100 грамм 100 грамм а теперь практически объем 2 грамм водород 22,4 литра составляет 100 грамм водород x 11120 литр это теоретический это теоретический объем значит мы должны были теоретический получить 11120 литров практически получили 164 выход как определяем теоретические считаем 100 процент практически x процент ну да выход потоку выход водорода выход электролиза это одно и то же выход потоку 80 процент это значит например 80 процент тока тратится для получения этого вещества поэтому выхода электролиза тоже составляет 80 процентов понятно да это по разу можно звук поток выход электролиза выход реакции в любом случае это соотношение практического к теоретическому выходу дальше днадцатая задача при электролизе 200 грамм x процентного раствора сульфата меди давайте напишем электролиз сульфата меди медь кислород серная кислота 222 на инетных электродах выделяется 34 грамм вещества веществ смотрите если тратится 2,4 фарад только для меди то у нас получится больше вещества да на электродах а как мы можем определить вот 2 моль на 2 моль сколько фарад 4 фарада тратится 4 фарада тратится 160 грамм веществ мы должны получить 2,4 фарада тратится сколько мы получаем где-то 8 больше чем 80 вот 96 грамм мы должны были получить если электролизу подвергается только сульфата меди это не совпадает с данными задачи поэтому делаем очень важный вывод что вода тоже подвергается электролизм отдельно да значит у нас две реакции сульфат меди плюс вода электролизм медь плюс кислород плюс серная кислота вот две реакции идут на двух веществ тратится 2,4 фарад всего и полученные вещества вместе составляет 34 грамм тогда сульфат меди я принимаю как x-моль h2o y-моль при электролизе одного моля сульфата меди масса уменьшается на 80 грамм правильно 64 плюс 16 при электролизе x-моль сульфата меди масса уменьшается на 80x 1 моль вода на 18 и на 18 грамм уменьшается масса y на 18 y грамм уменьшается масса общая масса смотрите 80 x плюс 18 y это 34 грамм общая моль x плюс y но у нас есть общий фарад и общему на x-моль сульфата меди сколько фарадов расходуется 2x моль правильно два раза больше потому что на y-моль воды 2y а общий фарад 2 и 4 вот такая система получая умножаем на 9 первое уравнение чтобы игре сократить 9 на 2 x 18 x 9 на 2 y 18 y и 9 на 2 18 21 сейчас да вот минус минус y сокращается 62 x равно 12 4 x 0 2 x 0 2 этого достаточно y не обязательно найти так найдите процент x это количество сульфата меди теперь я определяю массу сульфата меди 0 2 умножаю на 160 32 грамм а потом концентрацию 32 делим на 200 грамм умножаем на 100 16 процентов начальный раствор 16 процентный раствор поетт поетт сейчас вот еще одна сложная задача ядид натрия подвергается электролизу получаем водород получаем йод и натрий OH в результате образуется смеси газов водород газ до йодный газ примерно йод твердый значит нету второго газа а в задаче написано образуется смеси газ это значит вода отдельно подвергается электролизу получаем водород плюс кислород скажем 22 вот газ вот газ и два вида у нас газ из водород кислород средняя молекулярная масса полученной смеси 11 грамм на мой теперь мы можем определить мольное соотношение двух газов один из газов 2 грамм на моль другой 32 грамм на мой средняя масса 11 грамм на мой 9 21 сокращаем 73 получается это мольное соотношение на 7 моль водорода соответствует 3 моль числорода а всего было получено 0 5 моль газов а теперь я это беру 7 x 3 x 10 x равно 0 3 x равно 0 0 3 тогда водород 7 x 7 умножаем на 0 0 3 0 21 моль нет 10 x 03 а 0 5 почему 0 3 10 x 0 5 это 0 0 5 7 x тогда 0 35 моль моль водород получается кислород тогда 3x это 0 15 моль кислород смотрите водород мы получаем в двух реакциях и общее количество водорода 0 35 кислород получаем только в одном случае и количество кислорода 0 15 значит через кислород мы определяем водород полученные во второй реакции до два раза больше 0 3 а остальное водород получается в первых 0 0 5 через водород уже определяем и адидонатрия два раза больше 0 1 0 0 1 а тогда вода 0 3 вот фарад уже возможно найти на 0 1 моль на 3 1 0 1 фарад на 0 3 моль воды 0 6 фарад значит всего было затрачено 0 7 фарад электричества но этот 0 7 можно было найти уже здесь так как у нас 0 35 моль всего получается водорода просто умножаем на 207 почему потому что у нас и тут и там водород получается а когда на катоде постоянно образуется водород неважно из чего фарад два раза больше чем колеса водород тогда сложную задачи чем большое решение получать это 21 подвергать электролизу два вещества x хлор 2 и y хлор 3 это в расплаве давайте так считаем раствора написано но это должен быть расплав потому что один из металлов может быть до водорода поэтому тут надо изменить раствор на расплав общем выделение водородом не учитываем водород плюс хлор y плюс полтора моль хлора получится в одном расплаве два вещества при этом на катодах выделяется один силах 2 моль x один силах 2 моль x а эта задача оказывается несложная я перепутал зубы смотрите один силах 2 моль x и 44 силах 8 грамм y это по второму закону фарадея это мы еще не проходили в общем там м1 равно м1 деленное 1 равно м2 деленное 2 такая формула это значит фарад 1 равно на фарад 2 если из двух растворов провести одинаковое количество электричества то полученные металлы двух электродах по эквиваленту равны друг друг по эквиваленту через 12 моль мы можем определить фарад правильно 2 силах 4 фарада если эквивалент металлов равны то фарад затрачены на двух металлах тоже равны друг другу значит 2 силах 4 фарад тратится и для второго металла это значит 44 силах 8 грамм это 2 силах 4 моль эквивалент или через фарад мы можем найти моль вещества y потому что y тут плюс 3 до 2 силах 4 делим на 3 получаем количество 0 8 моль 0 8 моль это тоже 0 8 моль значит 44 8 этот 0 8 моль на моль x 56 получается это железо значит y металла это железо я перепутал с другой задача это на самом деле простая задача была похожая задача там через две системы уравнения решаем так и теперь опять система 22 задача при электролизе нитрата серебра давайте напишем уравнение электролиза серебро кислород и азотная кислота 444 масса раствора уменьшается на 50 грамм а атомов на 1 силах 2 если только первое соединение подвергается электролизе то данные не совпадают там что две информации тут не нужны также вот можно проверить смотрите на сколько грамм уменьшается за счет кислорода и серебра так 430 464 до на 464 грамм уменьшается масса количество атомов 6 на 50 грамм уменьшается масса сколько количество атомов это на 300 делено на 400 это почти один да но не один а количество там уменьшается на 1 силах 2 вот здесь мы понимаем что вода подвергается электролизу напишем это уравнение тоже водород плюс кислород значит уменьшается масса за счет вот этих четырех веществ на 50 грамм значит их общая масса 50 грамм и количество атомов 1 силах 2 н а 1 силах 2 муль атомов опять через систему уравнение решаем смотрите так как в реакцию участвует 4 моль нитрата серебра лучше принимаем количество нитрата серебра 4x моль а h2o 2y моль так когда 2 моль вода вступает в реакцию на 36 грамм уменьшается и на 6 атомов уменьшается правильно а 2y вступает на 36y грамм и на 6y атом уменьшается масса за счет воды 4 моль нитрата серебра 464 грамм и 6y атомов это общая масса серебра и числорода из 6 атомов это 4 плюс 26 значит 464 y грамм и 6y атомов вот общая масса 464 y плюс 30 почему y тут x тут x и 6x атомов 464 x плюс 36y равно 50 это общая масса 464 x масса за счет первой реакции 36y за счет второй реакции уменьшается масса всего на 50 грамм уменьшается количество атомов 6x плюс 6y равно на село два десятых второе уравнение умножаем на 6 чтобы сократить игрек 36x плюс 36y 7,2 да вот первое третье уравнение теперь третье отнимаем от первого тогда игрек сокращается x 430 30 28 428 x равно 42 и 8 когда x получается 0 1 x получается 0 1 вопрос найди количество электричества поэтому игрек тоже надо найти так вместо x 0 1 и грек тоже 0 1 и грек тоже 0 1 тогда электролизу подвергается нитрат серебра 4x 4x это 0 4 моль а вода 2y это 0 2 моль да на 0 4 моль нитрата серебра требуется 0 4 фарада электричества на 0 2 моль воды требуется тоже 0 4 фарада электричества тогда всего в этом процессе так следующий так следующий 26 вопрос подвергать электричество нитрата меди в растворе нитрат меди в растворе плюс вода купрум плюс кислород плюс азотная кислота 4222 и смотрите при электролизе раствора выделяется 44 сел 8 литр водород где тут водорода у нас нету водорода это значит вода подвергается отдельно плюс кислород вот полученный водород полученный водород 2 моль это 44 сел 8 литр до а полученные кислороды в двух реакциях 56 делим на 22 и 4 2 с половиной моль 2 моль вода водорода и два с половиной кислорода получать смотрите через этот водород мы определяем кислород полученный во второй реакции 1 моль до а два с половиной отнимаем один полтора моль кислорода было получено в первую реакцию нитрат меди два раза больше числорода полученного в этом тогда 3 моль нитрата меди подвергается а садбек электролизу значит количество 3 моль концентрация два с половиной молярный найдите чего объем потом массу раствора объем это n зеленый на это так 3 делим на 2 с половиной в литрах получается сколько они сделала 2 литр масса раствора это плотность умноженный на объем плотность 125 умножаем на 12 в литрах полтора ответ уже в килограммах получается потому что объем в литрах и двенадцатый вопрос при электролизе расплава должен быть тут ошибка из не раствора расплава содержащий смеси значит хлорида железо 2 и хлорида железо 3 содержится в одном расплаве в одной системе при электролизе получаем железо плюс хлор железо плюс хлор хлор общая масса 2,895 грамм на катоде выделяется металла 1,12 грамм найдите сколько фарад при этом тратится для электролиза хлорида железо двухвалентного 2 фарада требуется для электролиза хлорида железо 3 фарада поэтому через массу железо мы не можем определить фарад потому что мы не знаем какая часть из этого соединения образуется какая часть из другого соединения поэтому можно решить через систему это x это y тогда x плюс y вот 1 12 можно поделить на 56 чтобы определить количество железо это 002 до 002 молекулярная масса первого плюс молекулярного со второго можно на их количество равно 2,8 так 71 56 127 на 127 x плюс 35 и 5 значит 526 162 с половиной y 162 с половиной y равно 2 силах 895 то есть решая вот это уравнение вы решаете уравнение задачу но есть другой подход логический подход смотрите мы применяем просто закон сохранения массы с левой и с правой стороны общая масса не меняется вот с левой стороны общая масса 2 силах 895 а с правой стороны железо плюс хлор значит чтобы найти массу хлора от 2 силах 895 отнимаем 1 силах 12 1 775 грамм для образования 35 силах 5 грамм хлора неважно из чего образуется требуется 1 фарад а для образования 1 силах 775 грамм хлора требуется x фарад x 005 фарад это уже окончательная ответ